МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вооружённый мужчина проник в здание детского сада и убил 6-летнего ребёнка. Трагедия в российском Нарьанмаре повергла в шок весь мир. Хладнокровное убийство обсуждают не только в России и странах СНГ, но и за океаном. Задержаны долопризнательные показания. Об этом сегодня ещё поговорим. Тем временем глава Казахстанского кабинета министров прогулялся по голландским теплицам в сопровождении премьер-министра Нидерландов. Все подробности встречи у Жанны Алпызбаевой. Жанна, что интересного готовишь сегодня? Оскар Мамин привёз из Нидерландов новые проекты. Во время своего первого официального визита в Гагу он встретился с коллегой Марком Рютте. Что пообещал самый крупный на сегодня инвестор Казахстану и как прошла встреча на высшем уровне, как обычно расскажу в своей авторской рубрике. Обзор обещает быть интересным. Ждём с нетерпением. В Вашингтоне тем временем официально запускается процесс импичмента. Уйдёт или останется Трамп? Расскажем сегодня. В Ливане тем временем продолжаются акции протеста. Люди намерены добиться смены политического режима. Протесты в Беруте называют крупнейшими со времён гражданской войны. Поговорим об этом сегодня. В ближайшие полчаса. Правда и ничего кроме правды. Мы расскажем, как изменился мир за неделю в эфире из Алматы Милинова в Улиде. И Руслан Идрисов. И вот главные темы уходящей недели. Тихий час. Мужчина убил шестилетнего ребёнка прямо в детском саду. Трагедию в российской глубинке обсуждают по всему миру. Велком. Касымжо Мартукаев поручил упростить регистрацию иностранцев в Казахстане. О рисках поговорим с экспертом. Голландские теплицы. Премьер-министр Аскар Мамин посетил Нидерланды. Об исторической встрече на высшем уровне в обзоре Жанны Алпызбаевой. Обмани, но останься. Трамп не признаёт обвинений. Процесс импичмента официально запущен. Чем всё это закончится? Под шумок. Северная Корея испытывает ядерные установки. Ким Чин Ин официально поздравил разработчиков с успешным тестом. Счастливого Хэллоуина. Зомби, ведьмы и египетские фараоны. Репортаж самого грандиозного шабуша на главном бульваре Голливуда. Трагедия, шокирующая своим цинизмом, произошла в конце недели в российском Нарьенмаре. Там вооружённый ножом мужчина зарезал малыша во время тихого часа прямо в детском саду. Шестилетнего Кирилла Савенкова спасти не удалось. Мальчик ушёл из жизни на руках нянечек. По данным следствия, ребёнку перерезали горло. Сейчас вы видите кадры, где задержанный Поздеев заходит в здание детского сада «Сказка». Делает он это беспрепятственно. Судя по всему, дошкольное учреждение не охраняется. Во всяком случае, с безопасностью там большие проблемы. По данным замглавы местной администрации, в здание мужчину впустили охранники. Жители Нарьенмара, где 36-летний мужчина убил 6-летнего мальчика, собирают материальную помощь для родственников ребёнка. Люди недоумевают, почему ни охрана, ни воспитатели не предотвратили это преступление. Подозреваемый Денис Поздеев уже дал признательные показания. Отмечу, после нападения на ребёнка его всё же скрутили. Охранники детского сада позже передали оперативной группе. Задержанный рассказал следователям о том, что его толкнуло на это страшное преступление. Его слова могут повергнуть вас в шок. Почитал запринание в книжке про вечную жизнь. Дальше. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им. Где такую книжку взяли? Чё это вам дало? Тюрьма. А? Тюрьма. Тюрьма? А в садик-то зачем пришли? Там надо было убить ребёнка. Маленький ребёнок. Чтобы склянулись. Поздеев, очевидно, предстоит психиатрическая экспертиза. Остальные подробности дела пока не разглашаются. Перед судом могут предстать и сотрудники детского сада. Отметим, произошедшее в российском Нарьян-Маре взбудоражило не только жителей России, но и всего СНГ. О трагедии говорят журналисты крупнейших мировых телекомпаний. И мы продолжаем выпуск. Президент Казахстана на неделе дал указание отменить обязательную регистрацию для иностранцев. Об этом Касым Жумар Токаев заявил во время официального визита в Алматы. Предлагаемая мера, по словам главы государства, позволит увеличить туристическую привлекательность Казахстана и избавит гостей от многих неудобств. До конца года органам миграционной полиции предстоит разработать новый регламент пребывания иностранных туристов на территории Казахстана. Изменениями регламента регистрации иностранных граждан будут заниматься сразу несколько государственных органов, в том числе и погранслужба. Теперь в случае нахождения в стране не более 30 дней иностранные граждане не будут обращаться в миграционную службу. И все же, если говорить о возможных проблемах, может ли эта мера вызвать негативные для Казахстана последствия по части миграции? Этот вопрос мы прямо сейчас зададим политологу Азаматхану Амиртаю. Азаматхан, добрый вечер. Ну, по-вашему, негативно это может отразиться на ситуации с миграцией в стране? Добрый вечер, Душа. Да, данное решение негативных последствий не будет в Казахстане. Это однозначно. Наоборот, увеличится численность туристов. Это даст развитие туризма в Казахстане. А также это даст возможность увеличить инвестиционный климат в Казахстан. Азаматхан, спасибо за комментарий. Я напомню, на связи со студией был политолог Азаматхан Амиртай. Мы продолжим. В эти минуты в Узбекистане завершается заседание Совета главправительств ШОС. Представители стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества прибыли в Ташкент накануне. Среди них и глава казахстанского кабинета министров Аскар Мамин. На повестке заседания широкий круг вопросов по торгово-экономической инвестиционной сферах. Ожидается, что будут подписаны 16 итоговых документов. Их задача усилить взаимодействие в области торговли, сельского хозяйства, экологии, цифровизации, транзита и транспорта. Накануне Аскар Мамин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны отметили 25-процентный рост объема взаимной торговли. Во время переговоров обсуждались и вопросы дальнейшего развития по разным сферам. В частности, актуальным остается двухстороннее сотрудничество в области туризма, текстиля, автомобилестроения, энергетики и транспорта. В целом же, в ближайшие годы товарооборот между двумя странами планируется довести до 5 миллиардов долларов США. Важно отметить, что глава казахстанского правительства Аскар Мамин также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Афганистана Абдуллой Абдуллой по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Афганская сторона выразила благодарность Казахстану за оказание гуманитарной помощи. К слову об альянсах в Старом Свете в эти дни обсуждается главный вопрос. А не останется ли Великобритания в составе Евросоюза? При этом другие участники ЕС подсчитывают убытки, связанные с выходом Туманного Альбиона из Союза. Все подробности сегодня нам расскажет Аида Хайдар. Аида, о чем конкретно пойдет речь сегодня? Три года и четыре месяца Великобритания идет к Брекситу. Начавшийся процесс во время премьерства Дэвида Кэмерона продолжился Терезой Мэй и планировалось, что в канун Хэллоуина ЕС и Великобритания скажут свои последние «прощай» под руководством Бориса Джонсона. Но не случилось. Несмотря на то, что для Джонсона вопрос стоял исключительно «брексит или смерть», наши западные коллеги решили подсчитать, сколько теперь будет стоить сделка премьер-министра Бориса Джонсона британской экономики, а также остальным членам Европейского Союза. Подробнее через несколько минут. Аида, будем ждать подробностей, а пока продолжим выпуск. В перекрытой улице ограниченное движение патрули и доскональный досмотр в общественных местах Таиланд в эту пятницу принял участников 35-го саммита Ассоциаций государств Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что основная встреча лидеров стран-участниц состоялась только сегодня, все меры безопасности были запущены еще в четверг. Саммит проходит в провинции Нандхабури. Соединенные Штаты в этом году минимализировали свое участие, что, понятно, разочаровало азиатских партнеров, обеспокоенных растущим влиянием Китая. Кстати, вот Поднебесная отправила на встречу в Таиланде премьер-министра Ли Кетциана, в то время как Соединенные Штаты еще не подтвердили участие ни одного из высокопоставленных лиц страны. Вашингтон. На саммите в Таиланде представлять будет помощник госсекретаря Дэвид Стивилл. Как сообщалось ранее, на саммите будут обсуждаться проблемы противостояния Китая с другими государствами региона. Речь идет о претензиях Поднебесной в Южно-Китайском море. Также не исключено, что на встрече будет затронута ситуация с притеснением народа Рахинджа в Мьянме, где военное преследование людей в 2017 году привело в Бангладеш больше 700 тысяч беженцев. К слову о Мьянме, страна в очередной раз заняла вторую строчку во Всемирном индексе благотворительности. Страной с самым милосердным населением стали Соединенные Штаты Америки. На третьем месте Новая Зеландия. Казахстан в этом списке занимает 78 место. В соседних Туркестане и Узбекистане люди делают пожертвования чаще. Страны расположились на 19 и 25 строчках соответственно. Россия в рейтинге занимает одно из последних мест. 117, если быть точнее, замыкает список Китай. Поднебесная занимает 126 место во Всемирном индексе благотворительности. Я отмечу, при вычислении индекса учитывались помощь незнакомым людям, денежные пожертвования на благотворительность и участие в волонтерской деятельности. И возвращаясь к теме встреч и переговоров, премьер-министр Казахстана Оскар Мамин на неделе посетил Нидерланды. Это был первый визит главы казахстанского правительства в Гаагу за всю историю двухсторонних отношений. Глава казахстанского Кабмина вместе с голландским коллегой посетил местные теплицы. И да, в Казахстане теперь инвесторы из Нидерландов будут производить картофель фри. Все подробности встречи на высшем уровне у нашей коллеги Жанны Алпызбаевой. Жанна, ты в эфире. Спасибо, Руслан. Прежде всего, обе страны заинтересовались проектами в области сельского хозяйства и науки. В сети даже появилось фото, где премьер-министры двух стран гуляют по теплице. Не каждый день, нужно признать, главу казахстанского Кабмина можно встретить в таких местах. Но Нидерланды не упустили возможности похвастать своими достижениями в области сельского хозяйства и поделились с Казахстаном своими соображениями относительно совместных проектов. Вот, например, один из привлекших внимание. В Жамбулской области создадут предприятие по производству картофеля фри. Стоить этот проект будет 145 миллионов долларов. Далеко не фастфудная цена. Соглашение подписали казахстанская Кей Агро и нидерландская Фарм Фритес. Этот проект назревал не один год. В прошлом году, во время визита Нурсултана Назарбаева в Бельгию, голландские бизнесмены пожаловались ему на то, что казахстанский картофель не подходит для фри. Ни один из 3,5 миллиона тонн урожая. Для этого блюда, по словам иностранных бизнесменов, нужна продолговатая форма и крупный клубень, который можно нарезать полосками до 12 сантиметров. На протяжении последних четырех лет компания Фарм Фритес испытывала в разных регионах республики 12 различных сортов. И четыре из них даже очень хорошо зарекомендовались себя. Оправдывались ранее в казахстанском МСХ. Еще один меморандум, заключенный бизнесменами в Гаге, это строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений. Обсуждались не только земные проекты. Казахстан, Харыш Сапары и группа компаний Ниваска будут работать и в сфере дистанционного зондирования земли и геоинформационных систем. Правительство Казахстана видит сегодняшнее мероприятие как отличную возможность для дальнейшего расширения инвестиционной торговой кооперации. Оно дает сильный сигнал бизнесам обеих сторон и появляющихся возможностях для партнерства между нашими странами. Я приглашаю частный сектор обеих сторон использовать растущее взаимодействие между нашими странами. Сегодня в республике насчитывается 665 компаний с участием голландского капитала. Нидерланды остаются первым инвестором в Казахстане. По итогам первого полугодия 2019-го в стране свыше 12 миллиардов долларов, привлеченных из этой страны. Второе место по притоку прямых иностранных инвестиций заняли США с 3 миллиардами долларов и замыкает тройку Швейцария. Вот такие цифры на сегодня. У меня все. Алматы. Жанна, спасибо за обзор. Я напомню, о встрече на высшем уровне рассказала наш политический обозреватель Жанна Алпызбаева. И мы продолжаем подводить итоги уходящей недели. В Ливане жители страны продолжают добиваться отставки правительства и смены политического режима. Об этом мы расскажем во второй части выпуска. И вот о чем еще пойдет речь сегодня. Большой вопрос. Британия снова попросила отсрочку от Брекзита. Аналитики не исключают отмены развода. Аида Хайдар поделится деталями. Обмани, но останься. Трамп не признает обвинений. Процесс импичмента официально запущен. Чем все это закончится? Под шумок. Северная Корея испытывает очередные ядерные установки. Ким Чен Ин официально поздравил разработчиков с успешным тестом. Счастливого Хэллоуина. Зомби, ведьмы и египетские фараоны. Репортаж самого грандиозного шабаша на главном бульваре Голливуда. И мы продолжаем выпуск. Ливанские банки открылись для клиентов в пятницу. Впервые за две недели после беспрецедентной волны протестов, которая привела к отставке премьер-министра страны. Политическое потрясение признано худшим со времен экономического кризиса и гражданской войны в Ливане. Речь идет о конце прошлого века. Происходящее люди расценивают как последний шанс противостоять коррумпированной системе. Все подробности у наших корреспондентов. Протесты в Ливане продолжаются третью неделю. Люди требуют смены политического класса, обвиняемого в коррупции, неэффективном управлении государственными финансами и подталкивании страны к экономическому краху, небывалому со времен гражданской войны. А она, к слову, закончилась в 90-м году. Я думаю, что протесты, борьба с коррупцией в стране должны быть не только в одном месте. Они должны быть нацелены и разоблачать все коррупционные схемы. И, что наиболее важно, банковскую политику в стране. Премьер-министр Ливана Саад Аль-Харири подал в отставку во вторник, 29 октября, после двухнедельных общенациональных митингов против правящей элиты. Люди из разных социальных слоев общества наводнили улицы, обвиняя правящую элиту в разгроме госресурсов в пользу личной выгоды. Этот протест – реальный шанс для молодежи Ливана, которая восстала против отчаяния, от которого мы страдали годами. Эти молодые люди больше не хотят покидать свою страну. Вместо этого они хотят, чтобы коррумпированные политики покинули страну. Мы хотим сделать что-то противоположное. Мы хотим сделать что-то позитивное, чтобы помочь новому поколению. Масштабы и географический охват протестов остаются необычайными для Ливана. И это с учетом того, что политические движения уже давно разделены по религиозному признаку. Но в эти дни ливанцы не делились ни на сословие, ни на происхождение. Люди намерены бороться за будущее страны. Я напомню, к происходящему привела идея правительства Ливана обложить налогом звонки в приложении WhatsApp. Люди не смогли смириться с абсурдной идеей и были вынуждены выйти на улицы. По оценкам экспертов, происходящее в Ливане грозит властям революцией. А теперь об одной из самых обсуждаемых тем политической осени. Палата представителей Конгресса США на неделе приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом по итогам голосования объявила спикер палаты Нэнси Пеллоси. За резолюцию, которая прописывает правила проведения импичмента, проголосовали 232 человека против 196. Голоса по большей части распределились по партийному признаку. Напомним, большинство в палате принадлежит демократам. Согласно документу, расследовать действия Трампа поручили комитету по разведке. Если обвинения подтвердятся, то их вынесут на рассмотрение в палату представителей. Президента могут официально подвергнуть импичменту, если законодатели поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. После обсуждения импичмента переходит в Сенат. Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. И здесь важно отметить, что в Сенате большинством располагают уже как раз республиканцы, однопартийцы Трампа. Потому эксперты сегодня не исключат возможности вынесения Трампу импичмента, но подвергают сомнению мысль о том, что действующий хозяин Белого дома покинет овальный кабинет раньше окончания своего срока. И возвращаемся к еще одной важной теме не только этого сезона, но и всего года. Даже больше. Три года и четыре месяца Великобритания идет к Брекзиту. Начавшийся процесс во время премьерства Дэвида Кэмерона продолжился Терезой Мэй и планировалось, что в канун Хэллоуина ЕС и Великобритания скажут свои последние прощай под руководством Бориса Джонсона. Но не случилось, несмотря на то, что для Джонсона вопрос стоял исключительно. Брекзит или смерть? Аида Хайдар решила подсчитать, сколько теперь будет стоить сделка премьер-министра Бориса Джонсона британской экономики, а также остальным членам Европейского Союза. Всю неделю Аида читала зарубежную прессу и теперь готова поделиться главным. Аида, рассказывай. Жители Великобритании проголосовали за то, чтобы покинуть Европейский Союз более трех лет назад. И с тех пор страна спорит о том, как именно это сделать. В это же самое время остальные 27 стран ЕС также спорят. Но не только о цифрах, но и о процессе получения средств из Брюсселя. Борьба за деньги может достигнуть беспрецедентных масштабов в самом сердце Объединенной Европы. Выход Великобритании из ЕС отложен на конец января 2020 года, сообщает портал телеканала CNN. Пытаясь избежать жесткого Брексита, парламентарии заставили премьер-министра Бориса Джонсона попросить Брюссель о третьей отсрочке. Брюссель просьбу Джонсона удовлетворил. Теперь стране предстоят парламентские выборы. Их назначили на 12 декабря. У нас не остается иного выбора, кроме как вырваться из этого тупика. Прежде всего, позволить новому обновленному парламенту с новым мандатом исполнить волю народа и завершить Брексит. Для многих наблюдателей со стороны снаружи ничего особо не изменилось. Однако внутри Великобритания перетерпела радикальное преобразование, пишут журналисты. Так, например, Брексит остается чрезвычайно спорным. Опросы общественного мнения показывают, что страна в значительной степени разделена между теми, кто хочет покинуть Европейский Союз как можно скорее, и теми, кто все еще надеется, что страна может как-то остаться в блоке. Согласно опросу, миграция была самой важной проблемой для избирателей перед референдумом. Согласно правилам Европейского Союза, гражданам любого государства-члена разрешается работать и жить в любом месте блока без необходимости получения визы. Сторонники Брексит аргументировали выход тем, что Великобритания наконец сможет взять под контроль иммиграционную политику страны. Население ЕС отреагировало на желания британцев. Так, по последним данным, чистая миграция из стран ЕС в Великобританию упала до уровня, который последний раз наблюдался в 2009 году. Решение покинуть Европейский Союз также сильно повлияло на кошельки населения Великобритании. Стоимость британского фунта значительно упала после голосования. Это сделало импортные товары и зарубежные поездки намного дороже для британцев. Слабый фунт привел к высокой инфляции. Это естественно, ведь когда цены растут быстрее, чем заработная плата, люди становятся беднее. Страна в настоящее время движется к своим третьим общим выборам за 4 года. Результат этого голосования может окончательно прояснить будущее Брексит. Но не все будут довольны результатом, резюмируют журналисты. Влияние Брексит не заканчивается на территории Туманного Альбиона. Для многих стран Европейского Союза выход Британии означает значительные расходы для каждого члена Союза, сообщает портал телеканала CNBC. Предстоящий выход Великобритании означает, что блок потеряет одного из своих ключевых вкладчиков. Предполагается, что в следующем бюджете Европейского Союза дефицит составит около 10 миллиардов долларов США в год. Вопрос о том, кто заполнит этот пробел, пока остается открытым. Чистый платеж, например, Германии в 2018 году составил 13,4 миллиарда евро, что является самым большим вкладом в регионе. В сообщениях СМИ в начале этой недели предполагалось, что вклад Германии может вырасти с 15 миллиардов евро в 2020 году до 33 миллиардов евро в 2027. Подобные спекуляции вызвали недовольство Европейской комиссии. Расходы имеют большое значение, особенно на фоне того факта, что в последние несколько дней некоторые СМИ публикуют цифры, вводящие в заблуждение. Например, говоря, что вклад Германии в Брюссель удвоится до 33 миллиардов в 2027 году. Это абсолютная ложь. Бюджет Европейского Союза – это не просто финансовое решение, это политическое решение, убеждены журналисты. Так, например, Франция считает, что государства, которые не уважают ценности Европейского Союза, не должны получать никакой финансовой помощи. В таких странах, как Польша и Венгрия, подобные меры не популярны. Существует также вопрос о механизме корректировки, введенной в 1984 году по просьбе Великобритании. Теперь, когда последние собираются покинуть Европейский Союз, некоторые страны предлагают полностью отказаться от этого механизма. Однако канцлер Германии Ангела Меркель уже дала понять, что Берлину это невыгодно. ЕС планирует завершить переговоры по бюджету на 2021-2027 года в марте следующего года, то есть после планируемого выхода Британии 31 января следующего года. Говорить о том, сколько теперь будет стоить выход Великобритании остальным членам Европейского Союза, пожалуй, рано. Стоит дождаться досрочных выборов, главной темой которых станет выход Соединенного Королевства из Объединенной Европы. Если консерваторы намерены идти на выборы с лозунгом «Брексит или смерть», то лейбористы предложат избирателям провести второй референдум о членстве Британии в ЕС. Как служится ситуация, мы узнаем уже в декабре. Аида, мы тоже будем следить за ситуацией вокруг Брексита. Тебе же спасибо за обзор. Это была Аида Хайдар из нашей столичной студии. А мы продолжим выпуск. По меньшей мере 74 человека погибли из-за пожара в поезде в Пакистане. Жертв может быть больше десятки человек находятся в больнице. О подробностях трагедии и о других событиях коротко расскажу прямо сейчас. Число погибших в результате пожара поезда в восточной провинции Пакистана возросло до 74. Еще более 30 человек получили ранения и ожоги различной степени тяжести. Трагедия произошла из-за взрывов двух газовых баллонов, которые пассажиры использовали в одном из вагонов для приготовления ужина. Президент Казахстана Касымжумар Токаев, как и лидеры других государств, направил телеграмму соболезнования президенту и народу Пакистана. Боливия столкнулась с новыми протестами и беспорядками в центре Ла-Паса, в результате которых по меньшей мере двое человек погибли, десятки получили ранения. Манифестации начались во время подсчета голосов. Протестующие поджигали региональные отделения Центра Сбиркома. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, который предприняли правые силы, недовольные его переизбранием. Я напомню, действующий глава государства убедил на выборах президента Боливии. Эво Моралес набрал 47% голосов, а его ближайший соперник Карлос Месса – 36,5%. Полиция Гонконга в очередной раз применила слезоточивый газ, чтобы разогнать антиправительственные акции протеста в центральном районе города. Такие же меры полицейские предприняли для разгона сотен протестующих, многие из которых были в масках, на одной из главных транспортных автомагистралей на севере Гонконга. Я напомню, что забастовки продолжаются в Гонконге на фоне тревожных новостей о состоянии городской экономики. В четверг власти города сообщили, что Гонконг впервые за последние 10 лет вошел в техническую рецессию. Речь идет о снижении объемов производства и потребления, о росте безработицы и падении национальной валюты. Тысячи иракцев выступили на центральной площади Багдада. Митингующие были одеты в иракские флаги, перекрыв центральные улицы города. Напомним, протесты против коррупции и безработицы вспыхнули в Ираке в конце сентября. Больше 220 человек были убиты и около 8 тысяч ранены с начала антиправительственных выступлений. И пока в разных точках планеты разгораются митинги и протесты, Северная Корея продолжает испытания своих сверхмощных ракетных установок. Фотоиспытания опубликовало Государственное информационное агентство Северной Кореи в пятницу. В сообщении говорится об успехе испытаний. Ученых, разработавших оружие, лично поздравил Ким Чен Ын. Он выразил удовлетворение тестированием ракетных установок. Система непрерывного огня из нескольких ракетных установок способна полностью уничтожить групповую цель противника. Неожиданным ударом добавили в информационном агентстве. В Токио на неделе завершились баталии, связанные с проведением марафона во время летней Олимпиады в следующем году. А это, к слову, стало камнем преткновения между городскими властями и Международным Олимпийским комитетом. Еще в прошлом месяце руководство МОК ошеломило японских организаторов Олимпийских игр, объявив, что марафон, одно из самых престижных событий на любой Олимпиаде, будет перенесен в северный японский город Саппоро, чтобы избежать последствий из-за сильнейшей летней жары в Токио. Это заявление вызвало гнев губернатора Токио Юрико Куэйке. Она заявила, что у МОК недостаточно аргументов для переноса марафона из Токио в Саппоро, в северный японский городок, в провинции Хоккайдо. Но сторонам же все же удалось договориться. После долгих переговоров Саппоро был официально утвержден городом проведение марафона на летних Олимпийских играх в Токио. Мы не разделяем позицию МОК в этом вопросе, но не можем вмешиваться в решение комиссии, так как право принимать последние решения принадлежит Международному Олимпийскому комитету, и мы с этим правом соглашаемся. Мы будем продолжать действовать как единая команда с правительством Японии и властями Токио. Совместными усилиями мы продолжим подготовку к летней Олимпиаде, которая ведется на протяжении последних шести лет. И напоследок, самый масштабный Хэллоуин-карнавал собрал тысячи людей со всего света в Лос-Анджелесе. Самые необычные костюмы и реалистичный грим. Что не импровизированные выступления, то настоящий спектакль. Действо развернулось на главном бульваре Голливуда. Подробности у наших коллег. На главном бульваре Голливуда в ночь Хэллоуин страшно как никогда. Тысячи гуляк переодеты в самых ужасающих, а иногда милых и даже смешных персонажей. Здесь самые немыслимые костюмы и самый реалистичный грим. Кто-то приехал на карнавал впервые, кто-то бывает здесь каждый год. Я приезжаю сюда каждый год. В этот раз я решил быть египетским фараоном. Мы здесь уже обменялись номерами с ребятами из Лондона, чтобы потом встретиться вместе у них на родине. Возможный импичмент президента США Дональда Трампа послужил источником вдохновения для этих друзей. Они вышли в белых футболках с надписью «Осведомитель» вместе с мужчиной в маске Дональда Трампа. Последний, к слову, настолько вжился в роль, что смело опровергает причастность Трампа к обвинениям. Все знают, что этого не делал. И так все пройдет, все будет хорошо, все будет хорошо. Просто подождите, через шесть месяцев они будут думать о чем-то другом. Другие надели более традиционные костюмы Хэллоуина, всевозможные зомби и ведьмы. А вот эта пара, как видите, решила никого не пугать. В образах Аладдина и Жасмин влюбленные сидели на ковре посреди карнавала. Это наш первый совместный Хэллоуин. Здесь нам очень нравится. Люди наряжаются. Мы видим наших любимых персонажей из разных фильмов и персонажей Диснея. Это очень крутая атмосфера. Считается, что это крупнейший в мире карнавал в честь Хэллоуина. Вечеринка в западном Голливуде привлекает тысячи людей со всего света. В Лос-Анджелес люди приезжают в тщательно продуманных костюмах, чтобы пугать, восхищать и удивлять. Мирин, но мне кажется, ты в образе греческой богини идеально вписалась бы в декорации карнавала. Что ж, это были самые главные события, о которых мы хотели вам рассказать. Мы увидимся в следующую субботу и расскажем, как изменился мир за неделю. На сегодня все. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.